Итак, для тела нашего поросенка нужно 40 грамм мастички. Скатали шарик. Шарик постарались скатать как можно лучше, чтобы не было трещин и заломов. Раскатали и начинаем выкатывать вперед. Делаем вот такую вот грушку. Такую вот грушку. Сразу я здесь прибиваю. Это наша шейка такая. По высоте данная фигурка 5 сантиметров, по ширине 3,5 сантиметра. Здесь большая часть 2 сантиметра, здесь 1,5 сантиметра, здесь 3 сантиметра. Вот наша красопетушка. Перед тем, как будем делать ножки, нам надо сделать следующее. Его расчесать. Поэтому мы сразу стояком. На каждую ножку нам надо по 4,5 грамма. Скатали вот такую капельку. Капелька это по длине 3 сантиметра. Где-то 0,6 сантиметров у нас передняя часть и вот здесь в районе 1,5. Сразу мы с вами прибиваем на пальчик. Смотрите, прям положила на пальчик и вот так слегка прибила. Нам надо, чтобы здесь была ровная часть, а здесь была кругленькая часть. Также пока на пальчике мы опять расчесываем наши вот эти ножки. Да, вот кстати, вот насчет йогурта. Йогурт должен быть только творожный. Не жидкий йогурт, а йогурт творожный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скатала вот такие маленькие шарики. Но я не знаю, взвесится или нет. Это наши копытца будут на ножке. 0,30 грамм. Смотрите, копытца. Даже, слушайте, вот это 0,30 грамм делим пополам. Они тут нужны вообще капец. Микро-микро-микро копытца эти. Вот такие прям. По 0,15, грубо говоря, получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, на каждую ножку нам надо по 3,5 грамма. Это на передней ножке. На задней было 4,5, 3,5 на передней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поросенок будет белый с серыми пятнышками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скатали круглый шарик. Начинаем выкатывать капельку. Снизу, как всегда, потоньше. Сверху, как всегда, потолще. На пальчики, на нашем, прибиваем. Все точно так же, как мы делали задний накой. Нам нужен здесь ровный край. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас. Так. У меня это, получается, 3,5 см. Вот эта часть у меня 0,6 см. Здесь по ширине получается почти 1,5 см. 1,4 см. Сразу приклеиваем. И сразу приклеиваем вот эти еще одни, которые 0,3 см. Мы делим напополам. Приклеиваем это копытце. Сразу. Вставляем ножку. И вот так, слегка. Вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Теперь делаем пятнышки. Мы берем серую мастику, такую же, как мы использовали на копытце, с пальчиком. И начинаем опять же все это дело расчесывать. Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Такой поросяк. Теперь у него здесь на шее такая же пушнинка. О, ну, видишь, тебе как раз хорошо. Вот эта грудинка весит 2 грамма. Что там Бразилия нам говорит? Вару. Спасибо. Спасибо. Это точно Бразилия пойдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь голова. Ну, очень большая голова. Смотрите, перед тем, обязательно вклей, да, вкручивающими движениями, помню, вставляем до упора. Лишнее мы с вами все отрезаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, для головы берем 70 грамм. Такое вот яйцо, как бы. Приплюскиваем слегка. Ну, не сильно только. Слегка приплюскиваем. И теперь нам нужно поделить эту голову пополам. Смотрите, на две части, не пополам, а на две части. У меня это, ну, сколько, 5,5 сантиметров. По ширине сейчас тоже вам скажу. Это 4,5 сантиметра. И вот, смотрите, нам нужно занизить так, чтобы где-то вот линия глаз и его носика была вот здесь. То есть, по сантиметрам, это вот 2 сантиметра отходим мы. Бубу я сама не вижу. Так, и начинаем вытягивать здесь. Аккуратненько прижимаем и вытягиваем. У нас должна остаться такая вот яйцеголовая фигурка. Видите, вот так у вас должно быть. Настолько занижено. Теперь слегка оттягиваем бока. Не знаю, как это на камеру показать. Мне кажется, мы уже это столько раз делали. Ну ладно. Всегда найдется тот, кто не видел. Вот так оттягиваем бока. Постепенно. Сильно не надо много. Главное задать вот этот вот край. И все. То есть, вот небольшой край мы должны вот этот с вами задать. В принципе, на этом все. Далее, нам нужно сделать ему вот эту мочку, его пятачок. Для этого пятачка нам с вами понадобится вот такой вот стек. Вот этот стек. Делаем следующий. Вот теперь визуально нашу голову мы делим пополам. От половины делим еще пополам. То есть, вот разделили пополам, от половины еще пополам. И вот на вот этой половине, которую мы разделили, мы ставим с вами вот эти вот дырочки. Вот так. Достаточно далеко. Берем, как всегда, скальпель. Разрезаем такую улыбашечку. Начинаем ее приподнимать. Сейчас я плечу себе. Так, теперь берем розовый мастик и сделаем ему пятачок. Один грамм берем на нос. Я уже подумала о том, что нам нужно сделать видосики на английском языке, пустить субтитры какие-то. Вот уже у меня такая мысля, потому что очень много людей пишут о том, что им нравится, но они не понимают, что мы говорим. Я вот еще, у меня такая мысль закралась. Вот те видосики, которые мы уже обработали, пустить их еще субтитрами. Дополнительно сделать на английском языке, ну, как бы, сделать еще одну папочку, да, и вот туда пустить на английском языке. Для тех, кто хочет с Португалии, Бразилии лепить, пожалуйста, все это будет возможно, если они будут понимать о том, что я говорю. Вот такой большой носопыр укладываемый ему. Смотрите, это у нас 2,2 сантиметра на полтора сантиметра в высоту. Теперь берем наш стек, шарик, у меня он 0,7. сантиметром в диаметре, делаем глазик и здесь делаем глазик. Смотрите, вот здесь во втором глазике у него тоже такое затемнение, при этом, как бы, тут от двоякой такое. Либо вы делаете тоже этим, либо просто тонируете. Я вам все-таки предлагаю затонировать, потому что очень светлый оттеночек на этом глазике, и если сделать таким, то будет очень темно. Редактор субтитров А.Семкин Теперь вставляем глазик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok